Добрый год, и мы Еще раз поприветствуем друг друга Повернитесь к брату, к сестре, к соседу, к соседу Братья, с нами, к соседу, к соседу Возложи на неров все свои заботы, печали Печется о тебе Знаете, мы сейчас с вами будем исполнять гимн песни хвалы нашему Господу И каждый гимн нас наставляет Каждый гимн, он определенное послание в нашу жизнь Письмо с наставлением, с назиданием Это не просто хвала Мы какую-то определенную информацию черпаем из гимнов Потому что все гимны, они основываются на слове Божьем И знаете, вот этот гимн, который мы сейчас с вами будем петь Суть его такова, что Бог дарует нам вечную жизнь, его царствие Куда мы все с вами и стремимся Стремимся уже здесь, на земле, потому что он открывает нам его уже здесь Своё царствие И вход в это царствие, его вечную жизнь, его вечную радость и любовь Она через определенные условия Какое? Через веру в Иисуса Христа Только через Христа Он есть дверь, через которую мы входим в это царствие По благодати Божьей Именно потому что Бог нам дает эту веру И мы сами Через Иисуса Христа нет другого пути И потом Писание нам говорит Он говорит, войди в эту дверь И потом в этом гимне есть такие слова Приди к Иисусу Он говорит, приди И знаете, эти слова актуальны, они не только для неверующих Которые еще не знают, они актуальны очень для верующих Почему? Ну, например, если мы откроем книгу Откровений Иоанна Богослова То мы увидим в 2-3 главе, как Иисус наставляет, обличает церкви Обличает церкви Потому что что-то в этих церквях пошло не так Вроде бы они были верующими Вроде бы и с Иисусом Но что-то делали не то Как-то жили не так, как учил Христос И знаете, в конце 3-й главы Он говорит такие слова, Иисус Все стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой И отворит дверь, войду к нему И буду вечерять с ним И он со мною Все стою, живи и стучу Если кто услышит голос мой То есть получается, люди были верующими Они себя преподносили как верующие Но они не слышали голоса Божьего Они как-то жили, видать, по своим каким-то представлениям, пониманиям Но не по Божьему слову Раз Иисус говорит им такие слова С виду верующие внешне А место, где должен занимать Иисус Почему-то занято другим Другим Поэтому Иисус обличает их Поэтому слова Иисуса Приди, они актуальны для нас Для церкви Чтобы мы взглянули в свои сердца Насколько на самом деле Иисус Какое Он место занимает внутри нас Ориентировала наша жизнь и на Христа Или на что-то второстепенное В Боге Вот как в этих церквях Вроде бы и со Христом Но без Иисуса И знаете, апостол Павел в своих посланиях Он Пишет определенное наставление Тоже церквям И уже в те времена В первоапостольские В церкви начала проникать ересь Ересь Уже в те времена И мы знаем, что С прошедшим времен Суть-то человека, она не меняется И мы знаем, что даже спустя вот 2000 лет В наши времена Те же самые ереси Они тоже сейчас существуют В наших церквях И суть всех ересей Она сводится к тому, что Одного Иисуса мало для спасения Вот так устроена наша плоть Так Сатана воздействует на нее Он пытается взгляд от Иисуса Верующего человека Убрать на второстепенное На какие-то дела На исполнение каких-то действий С благодати на закон С веры на дела На второстепенное И поэтому Иисуса уже не хватает Для спасения, для Божьего благословения Для этого нужно еще что-то приложить К этому Что-то сделать Кого-то по честь Святых, ангелов Мы знаем, такие ереси были То есть вроде бы не Христос Но Его мало Поэтому и ереси Называется учение Потому что вроде бы и со Христом И Христос Но и Христоса мало Хотя Библия говорит Иисуса достаточно Только через Него Мы имеем спасение Через веру в Него Не через дела А через веру По благодати Его Не исполнение каких-то там Уставов Нет Через Христа Только через Христа Когда мы взираем на Него Когда мы открываем Дверь Своего сердца Для Иисуса Чтобы Он жил Внутри нас Когда мы смотрим на Христа Знаете, Писание говорит нам Апостол Павел пишет В Каринской церкви Во 2-м Каринтина 3-я глава 17-й стих Господь есть Дух А где Дух Господень Там Свобода Мы же все Открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ От славы В славу Как и Господня Духа Аминь Аминь Когда? Когда на Христа взираем Когда взираем на Бога На Иисуса На совершителя нашей веры Потому что все, что не поверен Написано грех Все, что не поверен Грех И знаете У человека Если брать медицину У него есть рефлексы И рефлексы существуют двух видов Есть условные и безусловные рефлексы Что такое условный рефлекс? Условный рефлекс Это когда человек Со временем В своей жизни Он приобретает Приобретает определенные навыки Скажем так То есть, например Когда вы учитесь в школе Вас учат Когда вы что-то хотите спросить Задать вопрос Учителю Вы руку тянете И это у вас как-то на всю жизнь остается Присутствие какого-то собрания Если вы хотите отдать Вы сразу Поднимаете руку То есть, это вот Вас научили И у вас уже к этому Уже вот такая привычка пришла В вашу жизнь И Мы видим В Ветхом Завете, например Образ Иисуса Он уже и тогда прослеживался Помните, когда Бог проклял Послал проклятие на свой народ И змеи начали жалить Израиля И тогда Бог Он с милостивился И дал им Сказал Поставьте бедного змея И когда кто-то ужалит Чтобы не умереть Вы смотрите на этого змея Вырабатывайте И как говорит Писание Чтобы мы чувства Навыком приучили К развлечению добра и зла Ну какого добра и зла Не вот этого мирского добра и зла Конечно А духовного добра и зла Когда мы понимали Что есть добро духовное А что есть зло Этот образ Иисуса С этим медным змеем Он приучал евреев То есть как и сегодня Нас Иисус Он учит Вот этот вот Вырабатывает условный рефлекс Что если что-то с нами происходит Что-то какой-то грех Какой-то Или еще какой-то Какая-то скольф Какая-то Притворит в нашу жизнь Испытание Чтобы мы тут же Смотрели на Христа Вот этот Есть условный рефлекс Но есть еще и безусловный рефлекс Что это за рефлекс Это тот рефлекс Который у человека Он уже выработан Он с рождения Он уже заложен Богом Ну например Вы когда общаетесь с человеком И ваш оппонент Начинает зевать Вы тут же начинаете зевать Замечали такое? Или когда ваш оппонент С кем вы общаетесь Открывает рот Вы моментально открываете рот Замечали такое? Вот это вот Есть безусловный рефлекс Мы подражаем Человек так создан Он создан подражать Он подражает Своему оппоненту И Писание знает А говорит нам Когда мы взираем на Христа Мы моментально начинаем Подражать Ему Моментально Наша сущность такая У нас есть эти безусловные рефлексы Которые мы тут же Преображаемся В этот образ Или когда мы Например знаем Когда муж с женой Живут очень долго Они начинают друг на друга Быть похожими Даже собачки Да, да, да Хорошо, если жена Это вот образ Становит собаку Вот этот вот образ Мы должны с вами его понимать Должны понимать Но как только мы Отворачиваем взгляд С Иисуса На что-то другое На второстепенное Мы сразу Начинаем это копировать Для нас Иисус Отходит на второй план Второй план И для нас уже важны В вере в наше В нашем хождении В Боге Не Иисус А какие-то дела Исполнение Какого-то закона Каких-то уставов Писание говорит Бог освободил нас от этого Благодатью вы спасены А как Он освободил В Иисусе Исполнив закон Он взял на себя Все наши грехи Он был распят За нас На кресте И теперь взирая на него Мы свободны И теперь в нем Мы имеем благословение Написано Где мы имеем В делах наших В законе Нет Написано В нем В небесах В Иисусе Христе Мы имеем Всякое благословение В небесах Не мнимые благословения Здесь на земле Материальные Они мнимы Они сгорят А духовные благословения Смотря и взирая На Христа Мы это с вами должны понимать Искать Иисуса Устремлять свой взор в небеса На Господа Ища Его Царствие Написано Прежде всего ищите Царствие Божие Иисус пришел С каким посланием Он сказал Приблизи вас Царствие Божие Пришло оно В нем Наша молитва Отче наш Который Он нас научил молиться О чем она? О Царствии Божьем Аминь Да придет Царствие Твое И там дальше ему говорят Да избавь нас от лукава Для чего? Чтобы мы могли приблизиться К Царствию Божьему К Его Царствию Все к Нему Определено Путь к Нему К Иисусу Не к тому Что мы здесь На земле Какие-то исполнены Не знаю Законы Нет Через веру Иисуса Христа Только через Него Ведь когда мы смотрим На Иисуса Ищем Божьего Царства Тогда все к нам И прикладывается Говорит Писание Бог Даже наши ошибки Он их Благословение превращает Даже ошибки Почему? Потому что наше сердце Оно с Богом А Бог смотрит в сердца В сердце смотрит Бог Поэтому Церковь Открывайте свои сердца Двери своих сердец Для Иисуса Христа Никогда не забывайте Кем мы спасены И кто есть Совершитель Нашей веры И где мы с вами Будем Встретимся После этой Жизни На земле В небесах Поэтому давайте мы Прославим Сейчас Господь Продолжение следует